Вот смотрите, потолок. Видите, что сделали? Таром, наверное, картон проложено. Видите, чего? И там у меня отверстие. Галина Ивановна по дому ходит осторожно, чтобы ничего случайно не развалилось. Сантехнику лишний раз не трогает, пока не упала. Валенки далеко не убирает. В этой квартире они нужны 9 месяцев в году. Вот смотрите, что творится. Двери все перекошенные, они не скрываются. Видите, что творится? В 2014-м Галина Ивановна вместе с другими жителями переехала в этот дом из аварийного жилья. Радовалась таким хоромам безмерно, но недолго. При ближайшем рассмотрении дом оказался ветхим с момента постройки. В эфире нашего телеканала мы рассказывали об этой трехэтажке на улице Сагородная и в 2014 году, и в 2015. Выстраивали всю хронологию с момента закладки фундамента. Упоминали про все нарушения технологий строительства. Конечно же сообщали, что директора компании, которая дом возводила, привлекли по уголовной статье. Он уже по амнистии освободиться успел, а жители все страдают от недоделок в доме. Нам обещали на 50 лет этот дом. Вам говорят, хватит жить на 50 лет, но сомнений берет. На первых этажах вообще ужасно творится тоже. Между полом и стеной под плинтусом сплошные дыры. К строительному полуфабрикату регулярно приезжают рабочие группы Народного фронта. Дом взяли под шефство. Вместе с жителями требуют разъяснений от власти. В 2015 году очередную экспертизу проводили за счет средств сельской администрации. Итоги неизвестны были до сегодняшнего дня. Я его видел, это заключение. Могу сказать, что выводов о опасности проживания в доме там нет. Там нет. Там нет. Значит, указано, что дом построен в соблюдении строительных технологий. Есть определенные отклонения. Они не несут существенных замечаний на конструктивном доме. Главные претензии – утепление фасады и кровли. Вывод такой. Дом не идеален, но и не опасен. По пожарной безопасности вопросы только к жителям. Загромоздили коридоры. В процессе обсуждения так и не удалось выяснить, кто же дом принимал, кто же контролировал расходование федеральных средств. Представители сельской администрации отчитываются, обращались в строительную СРО. Без успеха. Просим вас принять меры за счет стабилизационного фонда, который существует в каждой СРО. Деньги там хорошие, деньги там большие. Их бы, конечно, хватило. Но нам со спокойной душой ответили следующим образом, что ребята, вы кто такие? Заказчиком выступал варяг. И только варяг имеет право обратиться на пик к нам, чтобы мы какие-то, может быть, деньги дали. Все, круг замкнулся. Специалисты ОНФ предлагают, наконец, дом довести до ума. Предлагаем сделать дорожную карту по решению проблемы. Если вы считаете, что вы правы, если вы считаете, что люди лично спрашивают, объясните им доступно и понятно, чтобы они поняли, что они не правы. А получается, с ними просто никто не общается. И людей сгоняют в угол фактически. Вот жизненная ситуация. Организовывая проблему, не сами себе организовали, организовывала ее власть фактически, построив такой вот дом на федеральные деньги. В идеале третий этаж законсервировать, жителей, соответственно, расселить. Сколько на это потребуется денег и где их взять – снова открытый вопрос. Региональные власти к ситуации относятся с прохладцей. Проблема не новая и уже, как говорится, в зубах навязла. Ветхая конструкция, к слову, построена по технологии «Экодом». Таких по области – восемь. Мария Смирнова, Андрей Семифолков, РТВ, Иваново.